Музыка Правительство Армении, власти Армении продолжают делать уступки азербайджанской стороны. И сейчас уже есть информация о том, хотя мы видим это очень очевидно, что власти Армении выводят из Арцаха войска. В Москве просто понимаешь, что это страна, где живут союзники, люди очень близкие и традиционные, и культурные, и ментальные к русскому народу. И уже вне зависимости от того, кто сидит в области, вне зависимости от того, обращается ли Армения за помощью к России или нет, российская сторона решила и в самый необходимый момент, можно сказать, что да, она спасла нашу армию, она спасла даже армянскую государственность. Добрый день, в эфире Ирявунг Тиви. У нас в гостях политолог Хрянт Мелик Шахназарян. Добрый день, Хрянт. Здравствуйте. Спасибо, что приняли наше приглашение. Хрянта, одно из самых обсуждаемых событий последней недели, это трехсторонняя встреча в Москве. И до встречи Пашинян и его пресс-секретарь заявляли, что одно из приоритетных направлений будет обсуждение вопроса возвращения беженцев. Но после завершения встречи было объявлено, что никаких продвижений в этом вопросе нет. С чем это связано? С неспособностью Пашиняна решить этот вопрос, или, возможно, Алиев шантажирует тем самым для того, чтобы быстрее запустить процесс разблокировки коммуникаций, демаркации границ? Как вы объясните? По моей информации, Алиев даже не стал обсуждать приоритеты Пашиняна во время трехсторонней встречи в Москве. До того, как состоится визит Пашиняна в Москву, мои друзья в МИДе высокопоставленные довольны. Они сообщили мне, что российская сторона активно работала с официальным Ереваном с требованием, чтобы Пашинян представил во время этой встречи вопрос возвращения военнопленных, заложников, других удерживаемых лиц как приоритетный вопрос и как основу для продолжения выполнения всех других согласований, которые были достигнуты 9 ноября в трехстороннем документе, который подписали президенты Азербайджана России и премьер-министры Армении. Россия хотела как-то тем самым, то есть выдвинув предусловие устами Пашиняна, как-то снизить темп той активной деятельности турецко-азербайджанского тандема в нашем регионе, в результате чего их позиции довольно укреплялись на Южном Кавказе. Они работали с Пашиняном, они даже посоветовали премьер-министру Армении, чтобы он сделал пост заранее и сообщил о своих приоритетах во время этой встречи. Тем самым российские дипломаты хотели добиться уверенности, что Пашинян не отклонится от этой линии, которая была разработана. Можно сказать, совместно, хотя там важную роль все-таки играла российская сторона. Ну, когда вот пришел Алиев со своей повесткой, Пашинян даже ничего не сказал. Алиев заявил, что у них есть интересы, это разблокировка границ, это экономические связи и так далее. При том, как мы все уже успели убедиться, вот эти коммуникации, которые открываются, они фактически никак не способствуют развитию экономики армянской стороны. То есть это очень длинные пути практически по всей периферии азербайджанской границы, через Баку, на Дагестан. И все-таки все понятно, что главное в этом вопросе это связь Азербайджана с Нахчеванской автономной республикой и дальше уже с Турцией. То есть мы стали свидетелями очередного вот такого пораженческого поведения Николы Пашиняна, я бы даже сказал, позорного поведения, потому что он в принципе не выполнил ни одной из условий, которые вот ставил сам же как приоритет. Ну и подвел российских коллег, которые тоже имели свои цели и задачи и ожидания от этой встречи. И в результате вот фактически мы остались, можно же сказать, как всегда, ни с чем. После встречи также премьер в своем заявлении сказал, что еще конфликт не решен Нагорного Карабаха и вопрос статуса будет определен в дальнейшем. Но в то же время Алиев заявлял, что для него вопрос этот уже решен и он не видит Нагорный Карабах вне Азербайджана, то есть, что там в дальнейшем, какие сценарии могут быть по-вашему? Ну, сценарии могут быть самые разные и, к сожалению, самые оптимистические. То, что сейчас происходит в Арцахе, очевидно, что фактически достичь успеха там силовыми методами или хотя бы удержать те позиции, которые сейчас есть на нашей стороне, к сожалению, не является возможным. Было предательство. В результате этого предательства мы ушли с огромной части нашей Родины, при том покинули стратегически важные регионы Арцаха. Это Кавачарские и Кашатарские районы. Это, можно сказать, тыл Арцаха, который связывал основное население второго альминского государства с Арменией и, в принципе, в результате вот этого предательства можно сказать, что все население Нагорного Карабаха осталось в роли заложников у азербайджанской стороны. И вот восстановить вот эту ситуацию после такой войны, после такого пораженства будет очень сложно. Я не говорю, что это невозможно, но это очень сложно. И, к сожалению, я вижу, что вот правительство Армении, власти Армении продолжают делать уступки азербайджанской стороны. И сейчас уже есть информация о том, хотя мы и увидим это очень очевидно, что власти Армении выводят из Арцаха войска. То есть солдат, которые служили там, граждане Армении, которые служили в Арцахе, их под разным предлогом выводят. Ну, скажем, в отпуск отправляют и так далее, а потом обратно не возвращают в Арцах. Более того, в Еливане устраивается шоу. Я более чем уверен, что организаторы этих шоу являются те же власти Армении, которые устами родителей военных твердят, мол, мы не хотим, чтобы наши дети служили в Арцахе. Поэтому там остаются только политические возможности для реализации, ну, хотя бы для того, чтобы оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на повестке переговорного процесса, хотя бы для будущего. И я вижу, что и в этом вопросе тоже российская сторона, она более активно работает, чем армянская сторона. Если вы помните, вот буквально две, может быть, чуть больше, три недели назад президент Азербайджана заявил, что не видит никакого статуса для Арцаха в составе Азербайджана, хотя раньше они говорили об автономии и так далее. Тогда армянская сторона никак не отреагировала вот на эти утверждения Альева. Это было сделано устами Путина, то есть российская сторона отреагировала, и президент Российской Федерации заявил, что вопрос статуса остается на будущее, может быть, для будущих поколений. И вот буквально два дня назад мы тоже стали очевидцами очередного российского комментария о том, что статус Нагорного Карабаха все-таки остается на повестке дня переговоров. Сопредседатель Минской группы ОБСИ от российской стороны Игорь Папова, отвечая на тезисы статьи Николы Пашня, сказал, что этот вопрос всегда обсуждался вплоть до 2018 года, когда Николай Пашнян предложил продолжить переговорный процесс с нулевой точки. Но все-таки в тех документах, которые существовали на переговорном процессе, вопрос статуса стоит, он никуда не делся. Я более чем уверен, что в тот день, когда в Армении будет сменена вот эта власть предателей, я думаю, что новые политические силы смогут вернуть вот этот вопрос, активизировать более этот вопрос. И путями, хотя бы сейчас политическими пока, но все-таки сделать так, что в будущем у нас появилась новая возможность иметь реальные шансы для признания независимости республики Арцах или же для присоединения Арцах к республике Армения. На днях президент Армин Сарксян в своей статье сделал такие громкие политические заявления о том, что необходимо, он предлагает создать четвертую республику, и в этих своих предложениях он также сказал о необходимости того, чтобы республика Армения не надеялась на никаких спасителей, ни на личности, ни на страны. Кого он имел в виду? Возможно, Россию? Или это какой-то вот такой... Какой сценарий? Зачем нужно переходить к четвертой республике, а третьей? И что значит отойти и не искать спасителей вне республики Армения? Вы знаете, мне очень сложно комментировать слова человека, который на протяжении последних уже почти трех лет фактически сделал все возможное и невозможное, чтобы армянское государство стало таким, каким оно есть сейчас. То есть слабым подчинить все воле одного человека, в данном случае Николы Пашиняна, смиренно исполнять все его требования, даже антиконституционные, способствовать упразднению конституционного строя в Армении. И все, все, все. То есть президент Армей Сарксиан в течение последних почти трех лет никак не реагировал на все антизаконные начинания премьер-министра Армении. Он все это одобрял и сейчас говорит о возможности создания четвертой республики. Я думаю, что это все, конечно же, очень цинично. К сожалению, и выглядит тоже очень популистично. Никакой четвертой республики не надо строить. Надо просто оценить реальные возможности республики Армения. Кстати, когда он стал президентом, он тогда говорил о новой Армении. Сейчас эта новая Армения каким-то чудом превратилась в четвертую республику. Это все термины, это все обман. Я думаю, что было бы гораздо более честно со стороны Армении Сарксиана признать, что он вместе с Пашиняном и вместе со всей командой предателей, которые провели в Армении последние годы, они просто провалили и довели страну до катастрофы, до исторической катастрофы. Им надо просто уйти. Вы как отметили, что сейчас очень серьезный кризис, катастрофа. И фактически мы воочию видели, что опять же спасители, как говорит Армения Сарксиана, не надо надеяться на спасителей. Но фактически Россия пришла, миротворца выставила, после этого остановились военные действия. То есть Армения в любом случае обратилась за помощью к России. Сейчас в Армении новое движение нарастает, это политическое движение, сильная Армения с Россией, новый союз, не знаю, вы слышали о нем или нет, это движение, которое предполагает более тесную интеграцию во всех сферах, политической, военной, экономической. И в итоге оно сводится к созданию союзного государства, как вот пример есть Белоруссия и Россия, так же включение туда Армении. Как вы относитесь к этому движению? Если честно, я не знаком с деятельностью этого движения. Но я ясно вижу то, что в Армении очень многие осознали ошибки прошлого и поняли, что все-таки с российской стороной нужно иметь более глубокие, более тесные, более интегрированные отношения. Я не говорю о союзном государстве, я говорю о реальном и полноценном партнерстве. Знаете, несколько лет назад мне довелось написать статью с немножко грубым названием, что нельзя быть сукиными детьми и если дружишь с одной страной, надо быть во всем очень честным и открытым. К сожалению, вот на протяжении последних лет в армяно-российских отношениях, несмотря на все тенденции экономического развития отношений, я не знаю, там социальных связей и так далее, но в региональной политике все-таки, можно сказать, даже в отдельных вопросах было соперничество. Армянская сторона, например, не признавала Крым, ожидая, что российская сторона признает независимость Арцаха, как она это сделала в случае с Абхазией и Осетией. Я не знаю, там разногласия по поводу политики на Ближнем Востоке, другие вопросы, которые вот в сотрудничестве войны, в сотрудничестве России с Азербайджанами и так далее. И с армянской стороны тоже были постоянно какие-то вот краны в сторону Запада, не знаю, попытка присоединиться, стать частью экономического вот этого союза с Европейским союзом. То есть постоянно были какие-то вот центробежные, так скажем, настроения и в России, и в армии. Это во многом связывало с разными правящими элитами в двух государствах, но, к сожалению, все это очень отрицательно повлияло и на перспективы вот более быстрого развития, да, от менее как независимой стороны. И для России тоже это все-таки порождало определенные проблемы, связанные с безопасностью, с геополитическими вопросами и так далее. А то, что происходило в последние два с половиной года, то есть во время правления Николы Паштиняна, это уже ни в какие рамки не входило. В армию пришли власть, ну, откровенно антироссийские силы, которые вот постоянно принимали участие в различных акциях протестов, издевались над российскими символами, президентами и так далее. Все это, конечно же, вот результатом всего этого стало то, что Армения в самый необходимый момент практически осталась без внешних союзников, без внешней поддержки. Я думаю, что в последний момент вот именно российская поддержка уже не связана абсолютно ни с властью Армении, ни с чем. То есть в Москве просто понимаешь, что это страна, где живут союзники, люди очень близкие и традиционные, и культурные, ментально к русскому народу. И уже вне зависимости от того, кто сидит во власти, вне зависимости от того, обращается ли Армения за помощью к России или нет, российская сторона решила и в самый необходимый момент можно сказать, что да, она спасла нашу армию, она спасла даже армянскую государственность. И это в Армении все увидели, поняли, стали по-другому воспринимать армяно-российские отношения и прошлое, и будущее. И поэтому в Армении возникло очень много движений, вот по тому, что вы сказали, люди просто хотят более тесного сотрудничества и видят в лице России гаранта безопасности, гаранта возможности стабильного роста армянского государства. Я к этому отношусь очень позитивно, мне это очень нравится, я уверен, что такое сотрудничество, честное, открытое, да, союзничество, оно принесет очень сладкие плоды и армянские, и российские старания. Ну вот, как вы отметили, на протяжении очень многих лет, долгих лет Армения вела политику и с Россией, и с Западом, то есть пыталась удержаться на двух стульях, я правильно понимаю, что так уже дальше мы не можем продолжать? Я не могу так сказать, все-таки дипломатия это вещь, ну, надо иметь отношение со всеми, надо искать выгоду везде, но эта выгода не должна быть за счет интересов союзной стороны. В случае с Россией, да, к сожалению, в Армении такие ошибки были, ровно как и в случае России по отношению к Армении, но я думаю, что настало время все это переоценить, реально переоценить и понять и возможности, и требования со предельной стороны, и понять, как можно вот в таких условиях развивать эти отношения. Я думаю, что в будущем Армения должна будет более внимательно изучать интересы России, в том числе и в наших отношениях с западными странами, и дальневосточными странами тоже. То есть геополитика, она такая вещь, что очень часто меняет вот эти все эти интенции. Ну, а для армянской стороны, конечно же, сейчас это уже жизненной необходимостью является все больше и больше координировать свои действия с российской стороны и вот создать единый пояс безопасности для нашего региона. После заявления 9 ноября создалось движение за спасение Родины, объединились ряд партий, выступали с митингами, выдвинули единого кандидата, но кажется, после Нового года как-то все пошло на спад. Тогда они заявляли, что они не принимают сценарий с неочередными выборами во главе с Николом. Чему мы сейчас движемся? Будут ли вот эти внеочередные выборы и можем ли мы констатировать, что, в принципе, не набрало вот той силы это движение, чтобы свергнуть нынешнюю власть и перевести своего кандидата? Ну, факт остается то, что Николй Харчня продолжает занимать пост премьер-министра Армении. Я бы не сказал, что это основная вина вот именно этого движения за спасение Родины. Все-таки армянский народ, он, знаете, сейчас находится в полном шоке, я бы не побоялся использовать этого слова, в шоке. И настоящий тараур сейчас в Армении людям как-то уже не до политических игр, изменений и так далее. Очень большая апатия существует в нашем обществе. Я думаю, что все-таки необходимо определенное время, чтобы люди поняли, что произошло, чтобы люди дали реальные оценки вот той войны, той войны, которая произошла в прошлом году. И как-то выработали для себя решения и пути выхода из этой ситуации. Но это время не работает против нас? К сожалению, это так. К сожалению, это так. Каждый день правления Николы Пашьяна оборачиваются для Армении новыми потерями, притом стратегического значения, но факт остается в том, что люди сейчас ожидают, они как бы дезориентированы, то есть ищут какие-то возможности. Я думаю, что изменения все-таки будут, и они будут очень быстро, хотя опять-таки должен признать, что да, каждый день это день потери, и у нас нет вот этого времени. Пашьяна пользуется этим, я не знаю, назначат ли они внеочередные выборы в парламент или нет, потому что риски существуют и для правящей партии тоже, они понимают, что народ их больше не любит, народ их больше не воспринимает. Более того, Николй Пашьян лишил возможности спокойно передвижаться по стране. Он не смог поехать в Сюникский Марс, все мы видели, как там население его встретили. Он, его выгоняют из церквей, он в Ереване ходит на работу буквально вот с охраной в несколько тысяч человек, это вся полицейская и так далее. То есть он понимает, что у него власти нет. Сейчас Саникой Пашьян пытается как-то сменить повестку политических обсуждений. Я не знаю, там бывшие власти, новые, вот такие вот, черные, белые, ну, вся эта палитра их грязных политических технологий, которые сейчас власти Армении применяют по отношению к нашему народу. Но я не думаю, что им все-таки удастся удержаться на этих позициях, потому что все-таки вот то, что я назвал шоком, это все преображается в гнев, и я думаю, что, и даже опасаюсь того, что скоро мы увидим результаты вот этого народного гнева. Я знаю, что у вас недавно вышла книга «Свидетельство преданности», да, если перевести на видео «Ивэкаютсен», она о Карабахской войне, о первой, да? Можете рассказать о чем? О первой войне, там в основном воспоминаниях, я был ребенком, когда была война в Карабахе, мы жили там, под бомбежками, видели очень много интересного. В первую часть книги я вот рассказал о жизни в Карабахе во время Первой войны, о бомбоубежищах, о людях, о беженцах, о героях наших, которые очень часто бывали у нас дома, и о политических лидерах, и так далее. А вторая часть книги, она была как бы размышлением о ненечной ситуации, и, к сожалению, к моему большому сожалению, я там констатировал, что наш народ не сможет избежать наказательства за все те, ну, скажем так, за предательство тех духовных ценностей, которые мы всегда бывали очевидцами. И вот буквально спустя 10 дней после того, как книга вышла в свет, в Карабахе началась Вторая война. Я сейчас уже даже не знаю, насколько актуальна моя книга. К сожалению, там было очень ясное предвидение того, что мы идем ко Второй войне, которая может стать катастрофическое, потому что вот эта признательность или национальная цель к свободе, вот всего это, все это мы, к сожалению, утратили за последние несколько лет. Но, несмотря на все это, я все-таки остаюсь оптимистом, я уверен, что наш народ делает правильные выводы из всего этого, и все-таки нам удастся изменить ситуацию, изменить в лучшую сторону. Спасибо, Грян, за интересную беседу.